Короче говоря, месть. Друзья, я напоминаю, как только на канале соберется 4 миллиона, мы снимем для вас крутую многосерийку. Сегодня у меня был серьезный разговор с мамой. Она посмотрела сториз, в который я сказал, что я гей. Мама сказала, что есть хорошая девочка, которая работает в аптеке. Мама покупает у нее лекарства. Добавила, что каким бы геем я не был, мне все равно стоит посмотреть. Я объясню маме, что я не гей. Мама сказала, что знает, потому что не может гей не мыться по 3 дня, так разбрасывать вещи и писать мимо унитаза. Стало стыдно. Сказал, что посмотрю на ту девочку. Я не спал всю ночь. Я думал, как отомстить Максу за эту выходку, потому что таких, как моя мама, оказалось мало. Особо не понравилось сообщение от Насти, что она знала. Было больно, но пытаться всем объяснить было долго. Я думал, ничего не приходило в голову. Я составлял план. Из-за того, что я пересмотрел много исторических фильмов, думал сделать катапульту. Но это запарно. Да и катапульта в 21 веке, что? Загуглю ракеты с дальностью в 3 километра в домашних условиях. Таких не было. Взломать стим и продать шмотки? Я это не умею. Подорвать его авторитет, перед кем у него нет друзей? Что делать? Макс позвал в Дискорд. Я зашел. Он еще не знал, что я готовлю коварный план. Он орал с меня. Сказал, что ему писала Настя. Он ей отписал, что сам был в шоке. Сука. Я спросил, нахрена он это сделал? Он сказал, что хочет полностью искупаться в славе победы. Но ты же выиграл, нечестно. Это я ему, конечно же, не сказал. Он меня бесил. Злость накапливалась. Но я не знал, что делать. Я задавал ему разные вопросы, чтобы понять, в чем ему поднасрать. Я спросил, чем он занимается. Он сказал, что заказывает доставку. И тут меня осенило. Единственная слабость Макса, это доставка. Вот тут-то я в прямом смысле ему и поднасру. Спросил, что он сегодня предпочитает. Он сказал, бургер. Я сказал, что это очень хороший выбор. И у меня был план. Я набрал Игоря. Он живет рядом с Максом. Но Макс его не знает. У Игоря есть собака. Объяснил ему ситуацию и план. Попросил подсобрать за собакой какашек. Он сказал, что это жестко, но очень смешно. Он в деле. Я приехал на место. Встретил Игоря. Он дал мне пакет. Какашки были еще теплые. Он сказал, что только вышли. Я сказал, что это очень хорошо. Для друзей все самое свежее. Осталось подождать курьера. Он должен быть с минуты на минуту. А вот и он. Максим? Да. Отлично. Посылка у меня. Я аккуратно раскрыл пакет. Достал бургер. Выкинул котлету. Накидал туда какашек. Положил пакет. Передал Игорю. Сам быстро пошел домой. По дороге мне пришло сообщение, что посылка у цели. Я зашел домой. Я должен был видеть это лично. Набрал Макса по видеосвязи. Он снова начал орать. Я терпел. Ори, ори, даун. Сейчас ты поешь дерьмица. Макс раскрыл доставку. Он был на кураже. Придумывал разные шутки про меня. Ел наггетсы и картошку. Дело было за малым. Осталось дождаться короля этого ужина. А вот и он. Макс раскрыл. Я предвкушал. Макс сделал глотоколы, чтобы лучше зашел бургер. Макс сделал первый укус. Что-то котлета странная. Похер. Мишань, ты куда? И если честно, это того стоило. Короче говоря, месть. Друзья, я напоминаю, как только на канале соберется 4 миллиона, мы снимем для вас крутую многосерийку. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok